Всем привет, доброе утро, хорошее настроение. Значит, что у нас тут нового с вами? Вот мы видим джампер трек, обмотанный изолентой Рексант, про него уже было видео. Вот большой самокат, мизек, диск с багажником. Вот он здесь стоит у меня, у меня тут есть кое-какие идеи. Я хочу вот эту платформу с него снять, они одинаковые с тем самокатом с Сити. Вот сейчас мы к нему перейдем. Вот здесь у нас топится печка, у нас что-то похолодало здорово. Вот. Сейчас мы переходим на второй этаж потихоньку. Вот сейчас будет видео про гравитационный багажник. Вот здесь у нас лежат колеса, вот могу продемонстрировать покрышки. Значит, ну их тут много. Я даже... И это еще далеко не все. Если их сложить все, то это будет вот до печки. Значит, вот это самокат Еду Сити с обмотанной Рексантом белой рамой. Вот. И установленным от велосипеда Велты багажником. Значит, я хочу что показать. Вот видите, он как стоит. То есть у него передняя часть выше. Вот такой немножко вниз. Здесь вот полочка. То есть образуется угол. Я это называю гравитационным багажником. То есть, по идее, здесь хорошо бы сделать такие откидные боковушки еще проволочные. Право-лево. Которые тоже немножко корыцем будут. Сейчас объясню, нарисую, почему. Вот. Вообще багажник классный. Единственное, что хочу предупредить. Вот этот элемент этого же багажника советского СССР. Я его стал отъебать плоскогубцами, чтобы вот он не совпал по плоскости с посадочной вот этой поверхностью. Она довольно легко оторвалась, сварка. То есть, вот это имейте в виду. Вот. То есть, сейчас это просто держится винтом. И слава богу, что это случилось с вами не в походе с туринговыми сумками. То есть, вот это вот надо иметь в виду. То есть, некоторый был слабый такой узел, который я вовремя... Вообще, моя особенность, я слабые места выявляю. Всегда была по жизни. Да, Русик? Вот Русик знает. Так, переходим дальше. Переходим, переходим. Переходим. Так, сейчас я вам кое-что хотел показать. Так, сейчас, секунду, я тут зафиксирую. Вот. Так, так, так. Как вот быть со светом? Света есть. Я тут вчера, в принципе, некоторые намётки нарисовал уже. Вот, давайте покажу то, что нарисовано, попробую. Значит, вот у меня есть санки, сделанные на основе двух лыж обрезанных. И на них стоит вот такая конструкция. Значит, две доски. Вот. Они таким корыцем. Вообще, изначально, я это, знаете, для чего сделал? Чтобы возить дрова, брёвна. Ну, вот в лесу, допустим, я валежник спилил. И вот в это корыце, а корыце это, ещё раз, значит, нарисую. Это вот так, так и так. Я вот это дело называю гравитационный багажник. Вот на этой, вот на этом рисунке, показанной, я тут нахожу иногда в Дикси, и там есть такой косогор, по которому приходится идти, как бы, его вдоль этого косогора. И вот тут нарисована машина. Я как-то на Ниве туда заехал. Вообще, было стрёмно. Хотя, вот этот угол, он, ну, небольшой совсем. Но, всё равно, нагрузка боковая, Нива высокая. Вот. А если по нему едешь, как я ехал из Дикси, то есть, я на вот этих санках вёз большущий мешок с едой, то вот, будь у меня плоская поверхность, здесь вот был бы риск, что она порвёт стяжки вся и уедет. Мешок этот свалится. Вот в этом случае гравитационного багажника, это, в принципе, могло бы быть решаемой проблемой. Значит, дальше, вот, переходим на рисунок номер, какой, я не знаю, присвоить номер 3, допустим. Вот это, знаете что, это багажник велосипеда Стрита, который вот изначально спроектирован как гравитационный, то есть, у него нет прижимной проволочки. А я вот по себе помню, я положил бутылку пятилитровую туда в него, как корыца, и поехал. А, вот, вспомнил важную вещь. Значит, мне могут возразить, что есть вот эти сетки. Знаете, вот, спереди ставятся такие корзинки перфорированные. Вот, скажут, а чем вот, собственно, это плохо? Знаете что, она тормозит, создаёт это сопротивление воздуха. Вот возьмите такую корзинку в руки и попробуйте ей обмахиваться, как опахалом, как веером. Она реально не сильно лучше, чем просто глухая стенка. Вот я не знаю почему, с чем это связано. Вот такой, прекрати скакать там. Видишь, у меня дело какое важное. Конечно, значит, вот в таком наклонном багажнике, как вот я вам показал на самокате, тот минус, что сумки на нём труднее повесить, они будут вот, ну, за того, что под углом, вот эта поверхность. Я предлагал, предлагаю вот такой вариант турингового багажника, у которого горизонтальная полка, вот крепёж сумок, и какой-то небольшой угол, в который, ну, кладутся вещи, и там лежат. То есть, вот развитие вот этой темы. Мне очень понравился у Стриды багажник. То есть, ты туда кладёшь, и за счёт веса вот эти стяжки, верёвки. Ну, на туринговом багажнике Стриды тоже есть эти стяжки. Но, знаете, они, во-первых, их не всегда, их надо куда-то девать, их надо на шею. Ну, конечно, багажник, который расположен спереди, там легче контролируются вещи. А вот то, что сзади, и если оно просто лежит, оно может быть унесено, унесённое ветром, просто уронить где-то на кочках. Вот. Но мне сама идея, вот это очень нравится, гравитационного багажника. В принципе, напоследок, что скажу, значит, у меня есть совершенно безумная идея. Знаете, вот гироскоп, понятие гироскопа. И, в принципе, если сделать тележку, допустим, у вас есть цель привести вот большой бак с водой стоя. Вот у меня такой есть бак на 60 литров, у которого не герметичная крышка. Вот. Вот как это сделать? Я предлагаю помещать его в качалку. То есть, ниже центра, выше центра тяжести. Вот центр тяжести, да? ЦТ. Ой, где я рисую-то? Никто не скажет. Чё молчите? Кошка, ты чё молчишь? Значит, вот бочка на тележке и центр тяжести. Выше центра тяжести расположена качалка. И она позволяет этой бочке значит, находиться вот в таком вот вертикальном положении. Это же справедливо и для вот таких вот раскачиваний. То есть, если мы едем с такой бочкой по косогору, ну, конечно, это я махнул, надо не сильно такое было. Допустим, вот такой косогор. Вот она, тележка, едет. Вот, а бочка сохраняет положение горизонтальное. Если сделать качалку, как гироскоп. Вот, всё, что я хотел сказать. Не буду морочить голову. Но такая идея на будущее интересная. Всё, всем хорошего настроения. Не падаем духом, держимся. Скоро весна. Осталось несколько дней. Девять. Всё, всем спасибо. Спасибо. Продолжение следует...